такой косолапый здесь обитает конечно я думаю что лучше поехать обратно и порыбачить немножко в руках нет желания здесь находиться одному поэтому поеду-ка я обратно посмотрите просто на этот печаток друзья всем привет вы на канале клёвые мушки как могли видеть я опять наткнулся практически на медведя очень свежие следы его видел как бы после этой ситуации которая со мной произошла недавно мне как-то вообще не хочется с этим зверем встречаться сейчас так скажем если меня внутренние опасения какие-то не знаю с чем это связано мне кажется что если меня природа предупредила значит туда лезть не стоит поэтому есть таких соображений схожу поэтому решил дальше не ехать по той дороге хотя мне там тоже до речки оставалось буквально 3-4 километра но знаете друзья когда смотришь это все монитору телефона там компьютера это не так страшно когда находишься в живую рядом вот с такой дикой природой как бы это не очень приятно ощущать на себе и поэтому все-таки чтобы это внутренние опасения убрать от себя подальше я решил двинуть немножко назад приехал на речку кербе здесь уже бывал не раз покидаю здесь возможно на воблера может быть таймей не удастся поймать после в крайнюю рыбалку но так вообще планирую по проточкам походить в основном русле что-нибудь покидать на мушке сперва конечно же но потом если останется время на воблера сегодня хочется прям порыбачить отлично потому что это крайняя рыбалка и можно сказать что на целый год я опять без рыбалки потому что начнется учеба поступаю в институт очень этому рад правда еще не знаю пока местный бюджет или нет но думаю что на бюджет я должен поступить потому что баллы хорошие все 80 плюс экзамены один экзамен почти 90 баллов поэтому я считаю это неплохие результаты для меня тем более я не прям все время учебе уделял еще также занимался другими делами помимо нее по крайней мере вел тренировки занимаюсь карате если кто не знает поэтому были у меня и другие дела помимо учебы так что вот такие результаты несмотря на те моменты которые меня отвлекали немножко от нее но я считаю это круто ну и теперь конечно же собираю спиннинги и буду начинать рыбалку всем приятного просмотра начну рыбалку с мушки похожей на ручейника прям реального мне интересно стало работает ли это муха или нет так выглядит он фотографии сейчас появится вязала и вот давно уже но так меня руки не доходили проверить эту мушку на вчера ночью мне пришла идея думаю нужно проверить будет ли вообще работать это муха насколько есть смысл вязать такие приманки пока просто поклевки какие-то что за ними скрывается пока не ясно хотел эту мушку проверить на чистой воде здесь она далека от такой но все-таки что-то я думаю видно рыбе потому что по этой реке вверху моют золото очень активно его моют поэтому вода мутная первый хариус я удивлен кстати сейчас проверим надежность этой мушки если она будет прям отлично работать я хочу проверить надежность этой мухи насколько вообще вот это все прочное но вчера я сделал можно сказать на коленках практически потому что неудобно сидеть нет специализированного места хорошего чтобы связать мушки дома у меня удобный столик все бабушки приезжают там такой роскоши нет и поэтому приходится вязать в скрюченном состоянии мушки практически не аккуратные получаются особенно трудные которые поэтому прям не могу сказать что я очень качественно эту мушку сделал но я попытался все-таки сделать ее такой чтобы она отслужила мне рыбалку принципе она выглядит более-менее нормально но если приглядываться в детали там кривизна там там в общем некрасиво немножко но пока вроде работает уже второй хариус на эту мушку удивительно опять небольшой конечно это я рыбачу еще в основной реке здесь как бы трудно поймать рыбу ну мне так кажется даже на какие-то хорошие мушки будет поэтому я считаю что это боками с неплохой результат для такой реалистичной приманки посмотрите какой чистый красивая главное теплый песочек как будто на море прям даже на море бывает иногда хуже здесь вот такой вот песочек прекрасный считаю что это неплохое место чтобы отдохнуть здесь например вечером как-нибудь такого харюска поймал небольшого на фиолетовую мушку в этот раз поставил ее то хочется в крайнюю рыбалочку то натаскаться этого харюза ну прям так резко дернул я вообще был в шоке поплавок просто моментально под воду ушел нахожусь сейчас на протоке вода здесь чище по сравнению с прошлым разом как мне кажется и поэтому тест будет я думаю очень интересным даже и честным ура наконец-таки я потек харюза он конечно красавчик но он вообще небольшой максимально небольшой на розовая мушка себя никак не показала тоже хороший харюза сошел сейчас я поставил обратно мушку которая имитирует ручейника есть отличный хариус ну вот это уже меня радует такой хорюзок ручейник посмотрите все в прямом эфире так скажем первая достойная рыба на эту мушку блин а не могу я оттуда выцепить его возможно слишком резко делаю да есть иди сюда красавец вот он и второй хариус на эту мушку я пока вот такой уже еще побольше удивлен опять ручейник это круто оба как бы на грани хорошего хариус но маленький губу и далее человек этот хариус вытворяет прям на поплавок кинулся сейчас мужик проехал очень хорошим поговорили с ним говорит медведя видел там где я рыбачил на нелане речка видео уже должно выйти там говорит медведь в полке ему по грудь это ну чуть по пониже возможно но здоровый медведь говорит 5-7 километров от той речки где я был я конечно перекрестился думаю мне очень здраво повезло и тем более я туда еще ходил за квадрокоптером вверх так что мне очень даже сильно повезло что я этого зверя не встретил но меня судьба в другом месте немножко проучила этим медведям так еще и с медвежонком это вообще самое жесткое что может быть это медведица с медвежонком как мне кажется вот он корюзок где взялся конечно не такой хороший размер как хотелось бы но приятный тоже сделал это место чуточку еще чище мне кажется рыбу распугал всем я думаю следующий раз если сюда прийти если место не поменяется и веток никаких не нанесет то есть уже можно будет ловить и ничем не переживать вот он красавец иди сюда хороший хариус отличный еще такой он сорвался мне говорили нельзя так держать хариуса именно на весу давать ему возможность брыкаться да вот видно очень обидно красавчик попался но он маловат еще но красивый очень такой розовенький даже цвет очень трудно описать у него какая-то болячка здесь как видите возможно это где-то он зацепился или какой-то зверек его зацепил может быть выдра там или норка какая-нибудь поменял мушечку на двухцветную фиолетовую тоже думаю нужно это место до конца уже пробить и вот такой вот хариус взялся удалось мне все-таки еще одного хариуса вытащить какого-то рандомного леночка вообще зацепил не пойму как так вышло но у меня это получилось ну такой вот небольшой зараза он взялся все таки остановись поставил воблера чтобы немножко хоть как-то разнообразить свою рыбалку на мушке уже вряд ли получится порыбачить хоть на воблера думаю вот такой красавец плыви домой думал что запись идет но она не шла уже леночка чуть побольше вроде поймал нет тоже такой небольшой но все-таки ленок зацепился ну прям за жабру надеюсь выживет потому что он прям так сюда поймался такой небольшой все поплыл обратно красавчик вот уже второй ленок отлично результат есть немножко удивлен и поражен в длинок понимался это конечно все же что-то невероятное а вот он или ночек хороший подъехал выманил я его все-таки на воблера он взялся вот он красавец готов такой отличный есть вес и потом взвешиваю остается задокументировать сколько весит этот длино чик предполагаю грамм 900 где-то ваши ставки ровно килограмм я почти был близок я считаю неплохой результат даже очень неплохой вытащим это бычок скорее всего или чубак наверное чумак скорее всего его не ожидал здесь вообще никак поймать конечно жесть интересная рыба заберу совы просто ради интереса показать что такое здесь водится пока пью чай хочу с вами вот побеседовать и рассказать вообще про итоги моего рыбного сезона он у меня короткий всего три недели длится летом это июль в основном уже с папой лет пять наверное подряд только в июль приезжаем и начинаем рыбачить сперва папа со мной где-то в районе недели находится здесь в деревне мы с ним посещаем места на которые я один бы не решился ну и конечно же это делаем с ночевкой но потом уже я самостоятельно на вот этой машине но я его комарик называю не знаю почему но мне кажется что ему название это подходит такой маленький юркий и очень противный мне кажется всегда может вывести из любой ситуации поэтому как и комар тоже маленький но везде пролазит когда это нужно поэтому вот такое ему название дал будет он теперь так называться вообще это мотоцикл альфа китайская сборка но ничего в принципе аппарат хороший особенно для деревни для таких ужасных дорог самое то его и не жалко но одновременно он и прочный поэтому сочетание двух таких характеристик дает отличный результат но и в общем по рыбалке первый день наверное того как мы приехали с папой на реку это был сильный град это для меня было новое открытие именно на речке попасть в такую погоду хотя она прошла буквально за час ну вот такие тоже испытания бывают также еще хочется наверное отразить под итогах это трофей мои поймал в этом году самого большого линка на мушку именно в своем так скажем рыбном деле это два килограмма практически кило 970 для меня это рекорд новый большой линок очень и на мушку 12 номер как бы это я считаю неплохо так скажем мой личный рекорд вот его я установил пока еще ничем не побил не воблером не думаешь как поэтому есть куда стремиться расти надеюсь в следующем году удастся посетить места которые будут еще более дикие и там уже рыба будет намного крупнее ну и также это медведи я встретился первый раз не в жизни в жизни я уже видел медведя в дикой природе но это было с машины и очень далеко как оказывается они могут находиться намного ближе чем я думал на 300 метрах примерно даже 100 метров некоторых случаях некоторых случаях вообще 20 это очень страшно необычно эмоции зашкаливают одновременно увидеть такую дикую природу и конечно получить тот страх видя при себе такого зверя как бы сочетание эмоций очень смешанное и получается что даже не знаешь радоваться этому или огорчаться ну вот такая вот смесь получается это нужно самому увидеть испытать на моем счете это пять медведей первый медведь когда я поехал на лагерь он просто ну вообще мельком пробежал через дорогу я можно сказать его почти не видел но он был а вот медведица с медвежатами это конечно вообще трэш самый настоящий это самое опасное что можно встретить в лесу медведица с медвежонком но мне за один день повезло я на тот счастливчик которому так везет я встретил двоих медведиц медвежатами это за один день это просто для меня что-то было невероятно но мне повезло одно я встретил утра она быстро убежала я понял что примерно нужно делать в этой ситуации как себя вести это нужно остановиться но там я остановился так что мой мотоцикл упал поэтому я очень сильно испугался за из-за этого но я все-таки давал оборотов мотоцикл он гудел за счет этого звука медведь ушел и медвежонок тоже они ушли по одной стороне как бы все произошло быстро мирно я просто развернулся и уехал дальше мне не было варианта ехать потому что я думаю что вечером если бы я возвращался встретил бы их опять и чем бы это закончилось для меня неизвестно может быть бы они также легко ушли но вероятность этого мала было ну и также конечно это медведь с медвежонком вечерний это было для меня неожиданно хотя я когда ехал в сторону попутного нилана я видел следы медведя очень много их видел также какашки медведя в общем все давало знать мне природа что здесь есть такой зверь как видите он на моей футболке изображен тоже такой рисунок в тему мне кажется я все время в этой футболке нахожусь моя любимая футболка я всегда ее в лес надеваю вот все дикие места и где я был это вот в этой футболке она так скажем мой талисман со мной везде но и в общем про медведя это самое такое было необычное потому что медведица не уходила сразу был медвежонок еще который зачем-то на другую сторону перебежал он тоже испугался видать первый раз возможно видеть технику но и медведица которая там была она пыталась видать как-то увезти меня возможно но и не хотела уходить в общем защищала свою чаду и поэтому как бы пришлось мне нелегко но и все-таки набрался смелости и проехал в том опасном месте хотя как мне рассказали это делать было опасно и не стоило наверное так делать потому что надо было дождаться пока медвежонок подойдет к своей маме и уже они уйдут спокойно но у меня был адреналин я еще не до конца понимал что мне делать в такой ситуации поэтому все таки решил поехать когда медведь бежит параллельно с тобой в 20 метрах и ты на него смотришь а он на тебя и но он еще бежит это очень страшно и прям непередаваемые ощущения их нужно обязательно испытать самому но лучше никому это не испытывать никому этого не желаю но если у вас есть такое желание то почему бы и нет да как говорится но я надеюсь что в вашем случае все будет благополучно и вы медведя не встретите но хотя в этом году медведей очень много и следов их тоже не хватает вот например сегодня поехал на то место где мы обычно с папой бываем ночевали там три дня подряд но медведя не было мы встретили только изюбра а сейчас уже еду я туда и там уже следы медведя и причем очень свежие до дождя были а дождь был дня два назад наверное в общем недавно он там прошелся и медведь очень крупный там лапа здоровая была я из-за этого наверно дальше не поехал даже была небольшая лапка медведя мне кажется тоже не поехал потому что я не хочу сталкиваться уже с этой ситуацией мне хватило адреналина который меня можно сказать теперь останавливает от поездок в лес немножко в каком-то плане но в принципе это уже конец сезона поэтому как бы терять нечего нахожусь сейчас такой вот можно сказать доступной реке очень доступной здесь зверя мало относительно поэтому здесь я чувствую себя немножко в безопасности и думаю что здесь тоже неплохо завершить сезончик и подвести итоги в общем самое интересное что было со мной за этот период времени я вам рассказал поэтому не вижу повода не написать ваш комментарий что вы думаете по моим итогам интересно получилось или нет но я думаю что фильмы мои порадовали вас вы зарядились какими-то эмоциями положительными увидели природу которую я вам хотел показать она здесь правда очень красивая особенно та природа которая практически не тронута человеком она находится на приличных расстояниях от тех мест где деревня моя поэтому вот такая вот ситуация ну и также про пожар и хочется отметить здесь очень много дыма в этом году в прошлом году такого не было и из-за этого возможно какая-то природа портится но принципе рыбачить можно путешествовать можно дымом так сильно не пахнет но моментами проскакивает что чувствуется что задымленность есть такая вот такие итоги получились все что хотел рассказать я рассказал поделился с вами своими впечатлениями и эмоциями поэтому можете написать в комментариях что думаете по поводу моего времяпрепровождение я считаю что оно отличное было я обычно все время заряжаюсь вот такими дикими местами природой рыбалкой мне примута в душе поэтому обожаю это дело и надеюсь что моя будущая работа профессия ну и мое дело которое я хочу организовать все таки здесь это туризм будут связаны именно с вот этими моментами которые я вам описал всем большое спасибо наверное за просмотр этого видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи всем пока до новых встреч друзья